После двух попыток создать полностью беспроводные наушники с кучей технологических фишек, Samsung решили пойти по пути упрощения. Новые Galaxy Buds даже близко не имеют столько технологий, сколько оригинальные Gear Icon X, но на удивление эти наушники удобнее, приятнее и, что самое главное, дешевле. Могут ли они стать AirPods для владельцев смартфонов Galaxy? Об этом сейчас и поговорим. У Samsung получились неплохие наушники. Правда, когда мы говорим «неплохие», важно понимать, что в полностью беспроводных наушниках, кроме качества звучания, большую роль играет и эргономика, то есть дизайн, удобство, размеры кейса и его возможности. И тут надо понять, что для вас важнее – комфорт или качество звука. Напишите, кстати, в комментариях, чем вы руководствуетесь при выборе таких наушников. Так вот, Samsung добились неплохого уровня эргономики. У Galaxy Buds довольно компактный кейс, если сравнить его с AirPods, держа оба кейса в руках, кажется, что размеры более-менее сопоставимые. Но если кейса открыть, то тут сразу видны истинные габариты. Увы, до размеров AirPods пока никто так и не дошел. Но Galaxy Buds не выглядят огромными и, в принципе, в кармане джинсы легко помещаются. Кейс сделан из матового пластика и бывает трех цветов – белого, черного и ярко-желтого. Наушники, кстати, выкрашены в цвет кейса. Снаружи можно найти разъем Type-C, один светодиод, сигнализирующий о состоянии батареи и работающий как индикатор во время зарядки. Крышка имеет магнитное крепление, а при открытии ее нужно довести до конца, до щелчка, чтобы она зафиксировалась. В таком положении ничего, кроме самих наушников, не болтаются. Они сидят в пазах довольно свободно и держатся на магнитах. Но если кейс перевернуть и слегка потрясти, то выпасть они могут легко. Важно за этим следить, чтобы ничего не потерять. Внутри есть еще один индикаторный светодиод, что удобно. Ну и в общем кейс сделан очень добротно. Впрочем, чему тут удивляться? В комплекте можно найти кабель для зарядки, сменные амбушюры и насадки на обод наушника. Они есть трех типов – с небольшими плавниками для более сильной фиксации в ушной раковине и без нее. Тут что для вас удобнее. Galaxy Buds довольно неплохо сидят в ушах, первые несколько минут вы их буквально ощущаете, но затем привыкаете и перестаете их замечать. В ушах Galaxy Buds сидят уверенно, потерять их будет сложно, опять же насадки с плавниками способствуют тому, чтобы лучше держаться в ушной раковине. По эргономике тут все неплохо продумано и такие наушники подойдут большинству людей, в отличие от AirPods, которые могут банально не подходить под строение уха. Однако выбор типа наушников, накладные или внутриканальные – это, конечно, личное дело каждого. Считается, что последние имеют неплохую пассивную шумоизоляцию, и это действительно так. Но в Galaxy Buds вы слышите все, что происходит снаружи. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, это все же вопрос безопасности. Во-вторых, максимальная громкость у этих наушников не такая высокая, и иногда ее не хватает и хочется прибавить, особенно в шумных и людных местах. Ну и в-третьих, в фирменном приложении Wear есть возможность включить микрофоны для передачи внешних звуков, чтобы вы слышали, что происходит в окружающем вас мире. Работает эта технология не то чтобы очень хорошо, скажем так, возможность такая имеется. Но что там по качеству звука? Если вы слушали проводные наушники АКГ, которые шли в комплекте с Galaxy S8 или S9, то вы можете себе примерно представить, как звучат Galaxy Buds. В основном наушники проигрывают высокие средние частоты, поэтому назвать звук богатым или хорошо сбалансированным нельзя. В отличие от AirPods, в которых акцент сделан на средние и низкие средние частоты, чтобы лучше слышать голос или вся музыка звучала более или менее ровно, тут звук кажется полностью лишен объема. Впрочем, многим людям нравится, как звучат комплектные наушники флагманов Samsung, поэтому повторимся, что звук – это вещь очень индивидуальная. Но то, что Galaxy Buds не хватает уровня громкости – это факт неоспоримый. Кстати, в паре с Galaxy S10 они звучат громче, чем при работе, например, с iPhone или MacBook. А еще в паре с Galaxy S10 или другими Android-смартфонами нет задержки звука при просмотре видео, а вот с iPhone смотреть диалоги решительно невозможно, звук опаздывает. В своих новых флагманах Samsung сделали всплывающие карточки, которые помогают быстро подключать Galaxy Buds или смотреть уровень заряда. Вещь знакомая и очень удобная. Фирменное приложение VR позволяет подкрутить эквалайзер, тут есть несколько вариантов пресетов. Наилучшим показался вариант больше низких, который делает звук чуть более объемным. Также в приложении можно посмотреть уровень заряда, включить звуковое окружение, микрофоны, передающие звук снаружи, то, о чем мы говорили ранее. Здесь же можно выбрать приложение, об уведомлениях которых наушники будут сообщать голосом, например, о входящем сообщении в Telegram. Но важно сразу убрать ненужные программы из списка, чтобы наушники не останавливали вам музыку каждый раз сообщением о новом уведомлении. Из приложения можно найти потерявшийся наушник, который будет сигнализировать специальными звуками, ну и, конечно же, из фирменной программы наушники можно обновить. Обновления, кстати, прилетают довольно часто. Здесь же можно ознакомиться с жестами, управление осуществляется тапами по самим наушникам. Однократный тап по правому наушнику ставит воспроизведение на паузу, или наоборот включает трек. Двойное касание переключает трек или позволяет ответить на звонок, тройное вызывает предыдущий трек. Можно настроить каждый наушник на долгое нажатие. Например, при нажатии на правый наушник будет активироваться голосовой помощник, а на левом будет срабатывать быстрое включение звукового фона. Также можно таким же образом активировать управление громкостью, но, если честно, то это не очень удобно. Автономность у Galaxy Buds неплохая. От одной зарядки наушники работают примерно 5 часов. Это очень неплохой показатель, однако батарейка в кейсе не такая большая и позволяет подзарядить наушники чуть более одного раза. В сумме это даст примерно 10-11 часов работы. Это уже не так много, пара-тройка дней при среднем прослушивании или один день при очень активном. Заряжать наушники можно и по проводу, и при помощи беспроводной зарядки, что очень удобно. За 15 минут Galaxy Buds могут зарядиться на пару часов работы. Наушники не поддерживают кодеки APTX, работают они с SBC и фирменным Samsung Scalable кодек. Понятное дело, что эти наушники не для аудиофилов, тут скорее важны комфорт, качество соединений и работы в целом. По соединению тут все отлично, за время эксплуатации на разных устройствах мы ни разу не столкнулись с рассинхронизацией или отсутствием звука в одном из наушников. Если вы пользуетесь устройствами Samsung, то эти наушники, пожалуй, неплохой выбор. У Galaxy Buds все отлично с эргономикой, они действительно удобные, но звук тут очень плоский и требует активации эквалайзера. Могут ли они стать AirPods для Android? В принципе, да. Цена и форм-фактор могут сделать их очень популярными. Опять же, их дарит за предзаказ Galaxy S10. Смущает разве что только качество звука. Для прослушивания подкастов и просмотра видео на YouTube они подходят идеально. Для тех, кто не сильно требователен к качеству звука, они тоже подойдут. А вот для адептов Лос Лес Музыки они, разумеется, не подойдут. Стоят эти наушники сейчас 130 долларов, либо 10 тысяч рублей, или 50 тысяч тенге. Это дешевле, чем AirPods и большинство подобных аксессуаров от А-брендов, но дороже, чем аналоги из Китая. Выбирать, как всегда, конечно же, только вам. Это Зарока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok